Вы знаете, вот эти простые вещи, правда, простые. Я вам скажу, математика, арифметика, это самое, кажется, простое. Она лежит в основе всей математики. Таблица умножения, ничего ещё проще, лежит в основе всего. Не дай бог нам начать исправлять арифметику или таблицу умножения. И вместо дважды два говорить, там ворона на колу сидит. Вот так, так и здесь тоже. До тех пор, пока христиане православные не поймут, что суть христианства состоит вот в этом, о чём мы говорили, бессмысленно будет всё наше участие в церковной жизни. Посмотрите, какой развивается подчас фанатизм, какая гордыня, какое осуждение людей, находящихся вне церкви, какие постоянные вот эти вот вещи, безбожники, безбожная власть и так далее. Боже мой! Да! Ай-яй-яй! Что мы только делаем! С какой сверху вниз, как мы всё время! Вы слышите? Правда же сверху вниз? Правда! Сверху вниз! А не как разбойник снизу вверх! Помяни меня, Господи! Я знаю, я там никогда не буду во веки веков! Это я точно знаю! Ты меня там помяни только! Кто из нас имеет это? Вы-то можете иметь, я не имею. Я уверен, что хоть кусочек рая, хоть под каким-нибудь там лопушком, но буду в раю. Ещё бы! Профессор в раю не будет, потому что смешно даже говорить, что кто ж тогда там будет. Вот это понятие христианина. Давайте ещё поговорим о понятии теперь церкви немножко. Это понятие, я вам скажу, тоже совсем непростое, как это может показаться на первый взгляд. Особенно, если человеку неискушённому или который никогда не соприкасался с тем множеством идей, которые присутствуют часто в объяснении этого понятия. Первое, что очень важное, нужно сказать, что же такое церковь? Что это есть? Нужно, это мы поймём с вами, если не забудем о том, кто такой христианин. Если этого не забудем, вот тогда мы поймём, что такое церковь. Почему я так настойчиво говорю, что если не забудем? Потому что тёт, кто учился в духовной школе, в семинарии, на каких-нибудь курсах, например, богословских, понимаете? Вот, это уже ещё выше. Да, те точно знают, что церковь – это общество людей, имеющих единую веру, священноначалье, дисциплину и так далее и прочее. Правда же? Правда. В общем, общество филателлистов. Вот, да. Входит церковь только крещением. Правда? Правда. Правда. А кто ж разбойника крестил? Сколько мучеников, не приняв крещение, прямо оказались в святцах. Сколько ветхозаветных праведников людей вошло в лоно церкви и не могли принять никакого даже крещения? Так что ж такое церковь? Это действительно общество крещённое? Или нет? Наверное, придётся нам немножко пересмотреть вот этот вот такой вот стандарт, который установился. Кстати, эти определения, вот это общество людей – это протестантские определения. И они очень большую печать наложили, ну, католическо-протестантские, наложили очень большую печать и на наши все учебники, учебные пособия, на наши катехизисы. Вот. А западное восприятие церкви, оно характеризуется вот такой именно внешней оценкой, внешним пониманием церкви. Что же такое церковь? Учитывая вот то, о чём было сказано. Церковь – это единство в Духе Божьем, в Духе Святом всех тех, кто искренне стремится жить по-христиански. Я бы сказал, даже, может быть, сильнее. Не только стремится жить, а кто осуществляет в себе самую суть христианства. Вот именно те люди. Ведь разбойник, не знаю, стремился жить по-христиански или нет. Думаю, что, скорее всего, что нет. Ну, что вы? Когда им было думать? Да он не знал ни о каком христианстве. Правда же? Правда. Но у него, что мы видим, у этого разбойника, самое главное. Так вот, оказывается, церковь, церковь – это единство в Духе Божьем, в Боге, то есть, в этом едином Духе, как всех тех, кто приобретает, если хотите, вот это состояние разбойника. Я бы сказал даже вот так. Вот что такое церковь – единство, единство, единодушие. Но единодушие не наше, наше душ просто единодушие, а единодушие в Духе Божьем. То есть, когда человек пронизан вот этим состоянием, состоянием разбойника, состоянием мытаря. Единство, вот единство в Духе Святом всех, слышите? Всех тех – и Неневитин, и разбойника, который ничего не знал, и мучеников многих, которые не знали о христианстве ничего на свете, и множество, много людей Ветхого Завета, которые о христианстве вообще ничего не знали, не думали. Их единство. Они оказались, имея, вы слышите, имея вот это правильное состояние души, они все оказались в Духе Божьем. И вот это единство в Духе Божьем, вот это и Духе Божьем, да, всех вот этих людей, и есть церковь. Вот оказывается, в неё входит то христиане? Да. И христиане, которые приобретают состояние разбойника. А не христиане? И не христиане. Которые имеют вот это состояние. Вы слышите? Я говорю, кажется, страшную вещь. Страшную, кажется, вещь, но, видите, это на самом деле так. Вы слышите? Так. Господь сказал, сегодня же будешь со мной в раю, а не кто-нибудь. Не догматическое богословие, а сам Господь сказал. Следовательно, он оказался в лоне церкви. Он оказался членом церкви. Кто он? Христианин? Конечно. Какой он христианин? Не невитине, в лоне церкви. Апостол Пётр, более того, даже говорит. Он говорит о том, что Господь сошёл и проповедовал кому? Тем, которые в одни ноя противились Божию повелению. Вы слышите? Кому он проповедовал? Упорным. Этим людям. Грешникам, которые не принимали и противились. Им Господь, сойдя в ад, проповедовал. Но Господь напрасно проповедовать не будет. Это не то, что мы с вами соберёмся и можем говорить друг другу, не видя, не зная ничего. Будет там результат или нет? Святые отцы прямо это комментируют. И у истины философа, и у других апологетов мы встречаем поразительные наименования. Христианин до Христа. Вы слышите какие-либо пытные вещи? Христианин до Христа. Он пишет о том, что многие, которые жили до, ещё до Христа, они уже по своему духовному состоянию уже были христианами. Поэтому, когда Христос явился пред их взором, сойдя во ад и разрушив его, они приняли его с великой радостью. Они вошли в лоно Церкви Христовой. Вот, оказывается, что такое Церковь. Вот, оказывается, это самое главное. Вот, оказывается, где суть Церкви. Но, знаете, я всё время, когда говорю «но», вспоминая одного человека, который ещё жив, я поэтому ничего не скажу. Он говорит по-русски там, за границей, потом думал «бат!» и всё сразу нас отбивает. Но, действительно, «но». Есть справедливость и в том вот определении, но уже, когда говорим об обществе людей, это внешняя сторона Церкви. Надо не забыть, что Церковь Богочеловечна. Богочеловечна. И вот эта человеческая сторона, сторона, она в данном случае выражается в чём? В определённом конститутивном устройстве. Устройстве. Церковь – это не хаос какой-то. Это не разброд. Есть и Церковь организация. Есть Церковь общества, устроенная на конкретных началах. Она имеет свою дисциплину, свою иерархию, устанавливает таинства и так далее. То есть, Церковь есть вот это видимое общество. Общество. В чём оно проявляет себя, это общество? В том, что мы в этой Церкви можем найти вот то понимание о том, что необходимо человеку для того, чтобы стать действительным, а не номинальным членом Церкви. Понимаете? Вот, общество. Здесь мы находим учения, здесь мы находим Священное Писание, здесь мы находим догматические богословия и даже самое основное богословие. Мы можем здесь читать Святых Отцов и так далее. Всё, мы здесь, здесь. Вот эта совокупность вот всего того, что даёт эта видимая Церковь и создаёт необходимые условия для того, чтобы член этой, вот этого видимого общества, этой видимой Церкви стал членом Церкви Тела Христова, Церкви по существу. Слышите? Мы не знаем, в какой степени мы действительно причастны этой Церкви по существу. Знаем только другое, что Господь не отвергает никакого человека, который искренно стремится стать таковым. Бог есть любовь. Он не отвергает никого. Он прощает кающихся, прощает их, освобождает их, очищает их, если хотите, вводит в лоно своей Церкви. Это очень важно понять. Мы другое знаем, что на исповеди всегда над нами читается молитва «примири и соедини святей твоей Церкви». То есть, оказывается, своим недолжным поведением, а главное, недолжным направлением своей души, своими стремлениями. Вы слышите? Своими стремлениями, вот, направлением своего духа. Мы постоянно отходим от Бога, от Церкви. Вы слышите? Постоянно. Пребывание в Церкви, еще хочу отметить очень важный момент, пребывание в Церкви, это не есть, вы знаете, вот, дом зашел, и я в Церкви, или вышел, и я вне Церкви. Ошибка. Это неверное совершенно пребывание. Здесь я весь или на улице, или в доме. В Церкви совсем не так. Совсем не так. Я могу быть в Церкви последним каким-нибудь миллиграммом своего существа, а могу быть весь, целиком быть в Церкви. Вы слышите? Церковь, по-моему, подобна своего рода гармошке, в которой вот так сжали ее, и в ней не осталось почти воздуха ничего. А можно ее растянуть, и будет полноту набрать она. Полноту. Так и человек тоже может к Церкви принадлежать. Ну, совсем чуть-чуть, почти ничего. Как лен курящийся, может быть. Может умереть даже, являясь видимым членом Церкви. А может и наоборот. Наоборот, может быть, действительно, и своим умом, и сердцем, и своей деятельностью пронижать Церкви как таковой. Вы знаете, у Макария Великого есть очень интересная мысль, где он о Церкви, знаете, как говорит, любопытно. И не так, и не сяк, как мы с вами говорили, а эдак. Он говорит, Церковь – это душа человеческая. Человеческая, подумайте. Это душа человеческая, которая может или вся собираться, то есть сосредотачиваться, вся, если хотите, направляться на Бога. И тогда действительно Церковь – это экклесия, эти созванные, эти собранные. Вся душа как бы собирается воедино, а может рассеиваться полностью, уходить своим сознанием и своей деятельностью, уходить во все стороны. Вот так, когда мы что-то делаем, то мы достаточно внимательны. Правда же? Что-то, правда же? Поэтому это неподходящее. А вот когда мы встанем на молитву, вот тут мы прекрасно понимаем. Мы тут же все расплываемся во все стороны, во все. На юг, на север. Один глаз на Воронеж, другой на Кавказ. На молитве это очень здорово обозначается. Как он, насколько я собран. Посмотрите, что-нибудь читаем, особенно интересную книжку. Все тут погружены. И не замечаем даже ничего. Как стали на молитву. Боже мой, что происходит с человеком? Что это такое? Оказывается, молитва является одной из тех латмусовых бумажек, которая великолепно показывает, в какой степени моя душа является церковью. Собрана ли она? И не стоит к ней только прикоснуться, и как карточный домик, она вся разваливается во все стороны. Только сказал Отче наш, и уже забыл, что я читаю. Уже забыл. Уже улетел. Еси на небеси. Так вот, оказывается, что такое церковь.